Мне давно известна твоя любовь к футболу, но сегодня ты предпочел роль второй скрипки избрал для себя. Больше вас послушал? Да, нельзя сказать в огонь, чтобы не травмироваться. Просто пропотел, подвигался, нагрузился просто. Но твоя команда выиграла? Нет, по-моему, нет. Ты знаешь, я считаю, лучше исчерпать свой лимит поражений где-то в другом месте. В счет тоже, как бы не вникал, так просто побегал больше. А на важные старты подойти во всеоружение? Да. Через две с половиной недели стартует, возможно, главный старт твоей жизни? Да. Ты чувствуешь вообще, что это? Да, сейчас мурашки как-то пошли. Да, конечно, очень ответственный турнир. Так же готовимся, как и на все остальные турниры, ничего нового не придумываем. Главное, без травм подойти там же, все в руках Бога. От меня все зависит, я буду делать на тренировках, выкладываться. И думаю, все будет хорошо. Мы беседовали с твоим тренером, и он сказал, что у моего подопечного волнения быть не должно. Уж слишком много он всего прошел, испытал и подготовился. Ну, да, возможно, он и прав. Я как-то, ну, не хочу вот думать все время об Олимпиаде, вот, лишний раз на улице у них. Ну, вот, спокойно готовлюсь, как вот, до этого и на турниры, и на все остальные турниры. Такой же турнир себе в голову вбил, что это такой же турнир. И так же готовлюсь, чтобы, как сказать, не перегореть или что-то такое. Вот ты сказал, что ты в футболе так аккуратничаешь, где-то бережешься, чтобы не получить травмы. А от чего еще отказался ради Олимпиады? Ну, вот, много чего отказался. Вот, заселился на базу уже второй месяц здесь живу, как бы, никуда не выхожу. Вот, тренировки базы, тренировки базы, и вот, стараюсь на лишние домашние, бытовые, бытовухи, или, как говорится, не отвлекаться. Торт, кока-кола, дискотеки, это в жизни терминовали он на данный момент, нет? Да, да, ну, торт сладкий такой, могу себе позволить, так как вес не такой большой. Но, вот, стараюсь тоже, ну, я и не любитель сладкого, так вот, газировки все такое, я исключил, как бы. Раньше тоже бывало, вот, два месяца не пью, потом начинаю пить, вот, как бы, если месяц уже не пьешь, уже не хочется даже. А вот, когда начинаешь, один раз выпил, думаю, сегодня выпью, завтра тоже, опять, хочется. И вот, человек опять начинает пить, пить, а потом, вот, такие у меня моменты бывают, то пью, то не пью. Ну, дискотеки, это, по-моему, не про тебя, да, в твоей жизни это никогда не было? Не было, не было. Семья с пониманием относится к тому, что это очень важный этап твоей жизни и, наверное, помогает? Да, конечно, помогают они, я с детства в спорте, они, не знаю, какой это ответственный турнир для меня, и идут на встречу, отличные разные, как жена, жена, жена. За борьбой следит? Да, она, ну, как следит, так вот. Разбирается, так, на уровне любителя? Ну, она не смотрит, как бы, прямой эфир. А она не подсказывает тебе, вот здесь, вот, в этом поединке ты должен был больше проходить ноги там или работать на руках? Да, ну, вот, в плане мотивации, вот, все такое, она поддерживается. На что ты делал акцент после олимпийского лицензионного турнира в Стамбуле? Сладкий делал в Турции, чуть-чуть, как бы, не в самой хорошей форме был, и как-то со стороны видно было, что я где-то и уставал, может, и где-то на характер, и вот, все такое. Ну, а сейчас, как бы, и добавили, как на функционалку больше акцент сделали, чтобы такого не было. Первый день я завоевал к фото, второй день проснулся, даже вот в дверь постучал, я встал с кровати, ногу за собой тащил, как-то она немела за всю ночь. И вот, по ходу, я как-то вот разогрелся, более чуть-чуть собрался, некоторые схватки просматривал, и где-то можно было добавить, но, наверное, силу своей формы не мог собрать атаку, и где-то вот из-за этого и в первый день не завоевал к фото. По-любому уверен, Чермен, что ты так в голове прокручиваешь, наверное, возможные сценарии схваток на Олимпиаде. Мог бы назвать соперников, с которыми тебе, наверное, комфортно было бы бороться? Со всеми буду, как бы, бороться до конца. Легко ни с кем не будет, я думаю. Тройка фаворитов Олимпийских игр, на бумаге, я говорю. Ну, я не могу это сказать, я готовлюсь, думаю только о золоте, там человек ковер покажет. То есть, несмотря на то, что это твой дебютный турнир, ты только о золоте думаешь? Да, да. Недавно весь борцовский мир впечатлила новость о допуске Магомед Хабиба Кадди Магомедова на Олимпийские игры. А в ноябре прошлого года ты с ним боролся и победил его. Что ты испытал в турнире? Ну, то, что он неожиданно. Он как бы заслужил, он завоевал к фото, и он должен ехать. Ну, считается, это не так, что вот он проиграл где-то, а потом ему вот вручили, опять забрали. Он заслуженно взял на лицензионном турнире, и как бы он должен был ехать. А не было такого в тот момент, что, блин, еще один сложный соперник сейчас опять поедет на Олимпиаду? Ну, такого не было изначально. Он изначально завоевал уже раньше меня даже, и он уже был в списках. Ну, потом сложились такие ситуации, что то забирают, то дают, и на это акценты делал. Ну, не думал об этом. То, что Заур Седаков не поедет на Олимпиаду, ты бы хотел бы встретиться с Заурбеком Седаковым на Олимпиаде? Ну, как сказать, конечно, он тоже заслужил, он должен был там быть. Ну, в силу обстоятельств так сложилось, что их не допускают. Так, конечно, для меня интересно, чтобы все, кто заслужил, кто завоевал лицензию, чтобы они там боролись. Я вот настраиваюсь, готовлюсь, личные мысли не допускаю. Вот, если бы так, так. Вот, свою задачу я поставил и готовлюсь целенаправленно. Многие удивились тому, с каким рвением ты включился в битву за Олимпийскую лицензию в Стамбуле. И уже после того, как ты завоевал лицензию, их тон сменился на то, что ты один из главных фаворитов будущего турнира. Ну, хотя, что могу зависеть, что я буду делать, думаю только о Золоте, как ранее подчеркнул. Ну, на ответственность, конечно, есть, это мой самый большой старт по сегодняшний день, где я буду выступать. Ранее не был, я не боролся ни на взрослом чемпионате Европы, ни на взрослом чемпионате мира, а как бы сразу на Олимпийские игры попал и, может, и до конца не осознаю. Ну, осознаю, но как бы значение придаю, я готовлюсь, как на обычный турнир. Многие подсказывали, что готовься, как на обычный турнир, не дай себе в голову, чтобы залезли в Олимпийские игры, Олимпийские игры. Лишних мыслей, чтобы не было, вот, это мой шанс, с шансами в Олимпийские игры. Просто поборись, как вот на турнире, на обычном турнире. Возвращаясь к теме футбола, у тебя, по-моему, один из любимых футболистов, Криштиану Роналду. Нет? Месси. Месси? Да. Но все равно, человек, который выиграл все, что можно в футболе, и парень... Криштиану? Нет, я имею в виду и Месси. Когда я его игру смотрю, я вот его крупным планом показываю, я понимаю, как она у него, ну, хладнокровие, вот, спокойно всегда он играет. В отличие от Роналду, он более эмоциональный такой, простой момент, он как-то реагирует на все. Месси спокойно вот всегда играет, так... Без лишнего мозга. Да-да. Так же, как ты на ковре. Не знаю, ну, мне вот это больше по стилю нравится, как Месси себя ведет на поле. А почему я предположил, что Роналду, потому что ты, я знаю, болельщик Ювентуса, да? Да-да. А Роналду играл в Ювентус? Ну, он играл, но так я особо не... А когда он играл в Ювентус, как ты к нему относился? Ну, так, прям, да недолюбливал особо. Ну, нравилось, когда забивал, но особо, когда дальше переходил, не хотел всего. Есть у тебя свои какие-то секреты, уже, может быть, выработанные годами, практики? Как настраиваться на ответственные турниры и психологически подводить себя к стартам? Ну, конечно же, на турнире. Каждое соревнование – это, как бы, стресс для человека. Но я стараюсь как-то себя успокаивать, настраиваюсь, я вот выйду на ковер, сделаю все, что от меня зависящее. Там уже как бог даст. Какой-то, может, экстрим, чтобы отвлечься от борьбы? Есть такое? В горы съездить. На Тарзанке не прыгал? Нет, такие вот всякие экстремальные, я, как бы, ну, не то, что не боюсь, как бы, не хочу рисковать. В этом плане мы с тобой похожи. Что-нибудь не то пойдет, там, с парашюта тоже не понимаю, когда прыгают. Знаю, как-то, я не то, что боюсь, но не хочу лишний раз рисковать. Но в шахматы играешь? Нет, в шашки. Хорошо? Ну, так, нормально. В дамки можешь выйти. Всегда мне казалось, что на Олимпиаде решающим становится психологическое преимущество. Выиграет тот, кто больше всего хочет и у кого больше всего почему. Вот почему именно Чермен Валер должен стать олимпийским чемпионом в Париже? Я все, что от меня зависящее буду делать, я там, дай бог, будет из золота. Ну, как в Албании настраивали тебя? Говорят, все, что нужно, говори, мы всегда поможем. Ну, поддерживаем, лишний раз, как сказать, не отвлекают, говорят, ты знаешь, свою работу делай. Президент Федерации Саид, очень такой практичный парень. Саиду большое спасибо, он нас очень сильно мотивирует, поддерживает во всем, что вам нужно, говорить, и я всегда на связи. Спасибо ему большое. Париж 2024, Чермен Валиев. Золото.